Здарова! С вами Каска. В этом видео я вам расскажу как прибавить немного фпс в Destiny 2, а также уменьшить количество лагов и фризов. Смотрите видос внимательно и до конца, у него много полезной инфы. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими кентами. Приятного просмотра! Первое что мы делаем, залетаем в Destiny 2 и делаем настройку графики. Для этого открываем настройки, видео, оконный режим мы ставим во весь экран. Разрешение. Для слабых ПК ставим 1280 на 720. Для средних и выше делаем по соотношению к вашему монитору. Если Full HD, то ставим Full HD. Если 2К, то можете поставить 2К. Вертикальная синхронизация. По дефолту мы ее отключаем, но если у вас ПК очень слабый и, допустим, процессор загружен на 100%, можете ее включить и поставить, допустим, там 72 кадров, либо 48, в зависимости от фпс. В некоторых ситуациях это может помочь разгрузить ваш процессор. Ограничение кадров мы отключаем. Максимальное ограничение тоже отключаем. Поле зрения. Для средних и выше ПК ставим 105. Для слабых ПК 70-80. Качество графики ставим пользовательское. Для слабых ПК мы все это отключаем и ставим самые-самые низкие настройки графики. А вот уже для средних и выше ПК делаем следующее. Сглаживание. Либо отключаем, либо ставим FXAA. Кушает много фпс, поэтому советую все-таки отключить. Я же ставлю SMAA. SSAO тоже лучше отключать, потому что кушает неплохо фпс. Фильтрация текстуры ставим 16x. На фпс в принципе никак не влияет. Может быть погрешность там 2-3 кадра. Качество текстур ставим высокое, либо самая высокая. Тени низкая, либо средняя. Резкость высокая. Детализация средняя. Персонажи высокая. Листва низкая, либо средняя. Лучи средние. Теней от листвы тоже средние. Размытие по желанию. Порывы ветра тоже по желанию. Разрешение отображения для слабых ПК ставим от 60 до 80. Для средних и выше на сотню. HDR, аберрация и зернистость пленки тоже по желанию. Примерно как-то так. После того, как настроили график в Destiny 2, мы качаем архив по ссылке и описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть оптимизация и два текста документа. Команда и создание точки восстановления. Сначала мы откроем команда. Если у вас уже есть схема питания максимальная производительность, то пропускаем этот пункт. Если же нет, то копируем данную команду. Нажимаем ПКМ на пуск. Windows PowerShell Administrator. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем и закрываем. Открываем Steam. В левом верхнем углу нажимаем Steam. Настройки. Переходим на библиотека. И ставим галочку на упрощенный режим. Далее нажимаем друзья и чат. Шестеренка. Выключаем анимированные аватары и анимированные рамки. Переходим на библиотека. Нажимаем ПКМ на Destiny. Свойства. Выбираем галочку с игровой кинотеатр. Плюс выбираем галочку с Overlay Steam в игре. Если вы им конечно же не пользуетесь. Переходим на локальные файлы. Нажимаем обзор. Находим приложение Destiny. Нажимаем ПКМ. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее нажимаем параметры высокого DPI. Ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Далее мы копируем наш путь. Нажимаем ПКМ. Копировать. Нажимаем поиск. Пишем настройки графики. Если у вас есть аппаратное ускорение, то мы его включаем. После всех этих настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем обзор. Вставляем наш путь. Находим приложение Destiny 2 и добавить. Далее параметры. Ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Снова нажимаем поиск. Пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. В клипах все это отключаем. Xbox Game Bar тоже. Убираем все эти галочки. Все это отключаем и закрываем. Открываем мой компьютер. Локальный диск C. Пользователи. Ваше имя пользователя. Нас интересует папка Updata. Если у вас не данной папки, нажимаете вид и ставим галочку на скрытые элементы. Local. Опускаемся в самый низ и находим папку Temp. Выделяем все эти файлы. Нажимаем PPM и удалить. Далее отмена. Закрываем папку и очищаем нашу корзину. Снова открываем мой компьютер. На любой из дисков нажимаем PPM. Свойства. Сервис. Оптимизировать. Здесь будут указаны все ваши диски. В моем случае диск C и диск D это SSD. А диск E это жесткий диск. Для SSD мы нажимаем оптимизировать. Диск D оптимизировать. И диск E это жесткий диск. Нажимаем анализировать, а потом уже оптимизировать. Плюс отключаем оптимизацию по расписанию. Здесь у нас будет написано отключить. И убираем галочку с выполнять по расписанию. Нажимаем ОК, закрываем и закрываем. Открываем пак, который мы загрузили. Переходим в папку оптимизация. Здесь у нас есть 5 папок и 2 программки. Сначала мы сделаем установку процесс лассо. Нажимаем PPM. Открыть. Да. ОК. Принимаю. Далее. Установить. Далее. И готово. В процесс лассо нам нужно сделать некую настройку. Она делается 1 раз. После этого к ней не возвращаемся. Открываем настройки. Общие. Интервал обновления GUI ставим 10 секунд. Снова настройки. Общие. Интервал обновления тоже 10 секунд. Далее настройки. Процессор. Форсирование. Ставим галочку на повышать класс. Да. Настройки, процессор, форсирование. И ставим тоже галочку на повышать приоритет. Да. Далее нажимаем главное, ставим галочку на включен производительный режим, снова нажимаем главное, активный профиль питания ставим допустим максимальная производительность. После этого залетаем в Destiny 2 и нам нужно ее свернуть. Здесь на вкладке имя ищем Destiny 2.exe. Допустим это Destiny, нажимаем PGM, приоритет CP, всегда и ставим высокий. Соответствие CP, всегда и убеждаемся, что встали галочки на всех наших ядрах. Если вдруг у вас более 6 ядер, то галочку с ядро 0 мы отключаем. Плюс можете отключить SMT, в некоторых ситуациях, в некоторых играх это помогает избавиться от лагов и фризов. Далее приоритет ввода-вывода, всегда и ставим высокий. Ну и профиль питания тоже можем поставить максимальная производительность. И последнее, что делаем, снова же нажимаем PGM на Destiny.exe и ставим галочку на включение производительного режима. После этого закрываем процесс лассо, главное, чтобы здесь в нижнем трее он был активен. Иначе все наши настройки просто пропадут. Уля-уля-уля-уля-уля, уля-уля-уля-уля. В нашем паке находим папку ISLC, нажимаем PGM, открыть, троеточие. Выбираем любой диск, создаем папку, нажимаем ОК и экстракт. Открываем ISLC, PGM, открыть, да. Если у вас 16 гиг оперативной памяти, пишем здесь 8096. Если, допустим, 8 гиг оперативки, пишем тогда 4196. Далее, таймер, резолюшн, пишем 0.50, ставим галочку на Enable Custom, RAID MS 500. Нажимаем Start и залетаем в Destiny 2. Как поиграли, вышли, нажимаем Stop. Это нужно делать перед каждым входом в игру. Далее, находим MSI Util V3. Нажимаем PGM. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Далее, приоритет ставим High и нажимаем Apply. Открываем папку Настройка видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. Здесь у нас находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Если у вас видеокарта от Nvidia, открываем папку Nvidia GeForce. Здесь у нас тоже находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. То же самое, какие функции включить и какие функции отключить. Плюс у меня есть два ролика на канале по настройке AMD Radeon и по настройке NVIDIA GeForce. Я там все подробно объяснил за каждую функцию, что нужно включить, а что отключить. Если будет интересно, все ссылки находятся в описании. Открываем мой компьютер. Компьютер. Свойства системы. Доп. Параметры системы. Вкладка быстродействия. Параметры. Ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. И ставим галочку на экранные шрифты. Нажимаем применить и переходим на дополнительно. Находим виртуальная память. Изменить. Убираем галочку с объемом файла подкачки. Выбираем диск C. И ставим галочку на размер по выбору системы. Нажимаем задать и ок. После всех настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем ПКМ на пуск. Параметры. Конфиденциальность. Опускаемся немножко вниз и находим камера. Если вы используете веб-камеру, тогда оставляем включенным. Если же нет, тогда отключаем. Микрофон. Скорее всего есть, поэтому оставляем включенным. Голосовая активация. Уведомления. Сведения о отчетной записи. Контакты. Календарь. Телефонные звонки. Журнал вызовов. Электронная почта. Задачи. Обмен сообщениями. Радио. И диагностика приложений. Все это можете спокойно отключать. Переходим на фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключаем все фоновые приложения. Либо отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Такие как Microsoft Store. Xbox Game Bar. Будинники часы. Ваш телефон. И так далее. Все это можете спокойно отключать. Нажимаем поиск. Пишем панель управления. Электропитание. Показать доп. Схемы. Здесь находим максимальная производительность. И ставим галочку на максимальная производительность. Нажимаем поиск. Пишем центр обновления Windows. Проверить наличие обновлений. Если есть доступные обновления. Мы их загружаем. Устанавливаем. И перезагружаем ваш ПК. Если же у вас такая же самая ошибка как и у меня. Нажимаем поиск. Пишем службы. Опускаемся в самый низ. И находим центр обновления Windows. Тип запуска. Ставим вручную. Применить. Запустить. После этого нажимаем повторить. Все это загружаем. Устанавливаем. И перезагружаем ваш ПК. Ну и снова заходим в службы. Тип запуска. Ставим отключено. Применить. Остановить. Ок. Все это закрыло. После всех этих настроек залетаете в Destiny 2. И проверяете ваш FPS. Если FPS мало. Либо вообще ничего не изменилось. Делаем следующее. Открываем наш архив. Оптимизация. Твики. Реестра. Здесь у нас находятся 5 файлов реестра. Перед тем как их активировать. Я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это сделать написано вот здесь. Либо же гуглим. Первые 2 файла реестра. Отключает Xbox DVR. Нажимаем ПКМ слияние. DVR2 ПКМ и слияние. Если вдруг у вас нет слияния. Нажимаете 2 раза LKM. Либо через Enter. Да, да и ОК. Отзывчивость системы ПКМ слияние. Сетевой троттлинг ПКМ слияние. И системный приоритет тоже ПКМ и слияние. Теперь снова залетаем в игру и проверяем ваш фпс. Если же ничего не изменилось. Либо у вас очень слабый ПК. То придется уже прибегнуть к Nvidia Inspector. Либо Radeon Mod. Если видеокарта у вас от Nvidia. То качаем Nvidia Inspector. Залетаете в Google. Пишите скачать Nvidia Inspector. И загружаем. После этого нужно распаковать его на рабочий стол. Если видеокарта от AMD. То Radeon Mod. Сначала покажу настроечки для Nvidia Inspector. Нажимаем ПКМ на Nvidia Inspector. Открыть. Да. Нажимаем Start Profile. В профиле пишем Destiny 2. Находим максимум Pre-Render. Ставим допустим сначала троечку. Играем. Проверяем если все плохо. То ставим уже четверку, пятерку и так далее. Далее на вкладке Anti-Aliasing находим Anti-Aliasing Super Sampling. Выбираем Replay Mode All. Только будьте внимательны. Если допустим у вас пропали текстуры, интерфейс и так далее. То Anti-Aliasing нам нужно его отключить. Текстур фильтра. Текстур фильтра Quality. Ставим High Performance. Текстур фильтры LotBias DX и LotBias OGL ставим плюсовое значение. Допустим для средних ПК я рекомендую ставить плюс 1.0. Больше нет смысла. Как DX, так и OGL. Если ПК у вас очень слабенький, то можете поставить больше. Допустим плюс 1.5, либо плюс 2, либо вообще плюс 3. На картинку это влияет существенно, но и FPS тоже прибавляется существенно. Ну и последнее это Common Ambient Occlusion. Для слабых ПК мы отключаем, для средних и выше можем поставить допустим Performance. И нажимаем Apply Changes. Для того чтобы сбросить профиль Nvidia Inspector, мы снова запускаем Nvidia Inspector. В профиле пишем Destiny 2. И нажимаем Restore Profile Nvidia Defaults. Теперь то, что касается Radeon Mode. Открываем папку Radeon Mode. Запускаете у себя Radeon Mode. Я же запускаю Main 3D. На вкладке GPU выбираете вашу модель видеокарты. Переходим на UMD. Здесь находим Main 3D. И ставим допустим 0x31. Либо же 0x30. 0. Теперь открываем настройки UMD. И делаем следующее. Допустим теселяция. На вкладке UMD просто опускаемся вниз. Ищем теселяцию. И пишем. 32. Либо же 0x31. Далее. Ищем текстуры. То же самое. Опускаемся вниз. Ищем текстуры. И пишем значение 0x31. И так далее. Следующая настройка касается тех, кто играет с друзьями в Discord. Кстати, вот мой сервер Discord. Если будут вопросы, либо желание поиграть, подключайтесь. Ссылка находится в описании. Нажимаем настройки пользователя. Опускаемся вниз и находим расширенные. Аппаратное ускорение мы просто убираем галочку и нажимаем ОК. Ну и последнее, что нужно сделать, это обновить драйвера вашей видеокарты. Если видеокарта у вас от AMD, нажимаем PPM на рабочем столе. Radeon Software. Переходим на вкладку обновления. Качаете последние драйвера. Выбираем экспресс установка и перезагружаем ваш ПК. Если же видеокарта у вас от Nvidia, открываем GeForce Experience. Переходим на драйверы. Проверить наличие обновлений. То же самое. Если есть доступные драйвера, мы их загружаем. Выбираем экспресс установка и перезагружаем ваш ПК. Если же нет новых драйверов, мы просто залетаем в Destiny 2 и наслаждаемся высоким FPS. Субтитры делал DimaTorzok